С вами Юлия Черняева. С вами Юлия Черняева. Потому что это удивительно, когда хобби становится работой и приносит удовольствие. Телефон прямого эфира, напомню, 202-11-22. Сегодня для вас пригласительные билеты в театр, в театр драмы и в театр Самарская площадь. Мы будем разыгрывать вопросы камерзные, так что готовьтесь. Ну а для того, чтобы начать наш эфир и познакомить вас с нашей первой гостьей, предлагаю посмотреть сюжет, а потом вернуться в студию. Кто в куклы не играл, тот счастья не видал, говорили на Руси. Для славянских народов кукла не способ развлечения, а предмет скорее обережный и воспитательный. Наши предки считали, что ребенку до 4 лет обязательно нужно давать теплые мягкие игрушки, чтобы душа не охладела. Светлана Гавришевская мастерит народные куклы уже более 5 лет. Свои навыки с удовольствием передает детям. Говорит, ребята меняются на глазах. Если мы делаем куколку, они говорят, а маму, папу, еще кого-то. То есть семья должна получить куколку, которую сделал, ее не хочется ломать. Во-первых, это даже у мальчиков прослежется. Если вот обычно мальчишки ломают игрушки, которые им купили, чтобы посмотреть, что внутри, то традиционная русская кукла, она другая. Ее хочется оберегать, ее хочется заботиться о ней, укрывать. Традиционную русскую куклу мастерили только из натуральных материалов. Народ использовал все, что было вокруг – траву, солому, залу. Каждая поделка несла глубинный смысл и сохраняла родовую память. Матери сами делали игрушки для своих детей. А невеста, создавая куклу, показывала жениху, какая она хозяйка. Среди народных кукол и те, которые символизировали важнейшие явления народной культуры. Спиридон – солнцеворот. Даже вот поговорка есть – зимы на весну поворот. То есть он держит колесо в руках. Колесо – это символ жизни, это круг жизни, это древний очень такой сакральный знак символический. Это солнце. Почему и солнцеворот. То есть именно вот зимы на весну. На выставке представлены куклы, которые традиционно мастерили во всех русских деревнях. Но есть и поделка, которая встречалась только на Самарской земле. Веснянка-сеятельница широко бытовала в Поволжье. Ее делали из дерева, наряжали в фартук, насыпали туда зерно и привязывали к тележному колесу. Считалось, что семена, которые высыпаются из ее фартука во время посева, помогают приблизить весну. Для всех желающих Светлана Гавришевская провела мастер-класс по созданию русской куклы. Выставка «Россия. Живая душа» пробудет в Центре российской кинематографии до 9 марта. Ну вот мы практически перенеслись с той самой выставки к нам сюда в студию. И героиня этого сюжета, который вы только что посмотрели, Светлана Гавришевская, у нас в студии. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, замечательная тема, тема кукол, она для нас, девочек, актуальна с самого юного возраста. Мы играем в куклы, мы пытаемся куклы сделать из чего-то в детстве, слепить из пластилина, из чего-то такого, таких других материалов, в садике на каких-то занятиях тоже, я помню, всегда мастерили что-то. И так вот постепенно у вас, я так понимаю, это все переросло в хобби. Или вы забросили с детства, а потом в взрослом возрасте нашли куклы. Да, вы знаете, совсем не так. Получилось, что куклам я пришла, когда у меня у самой появилась дочка, и меня беспокоило то, что она не играет в куклы, она играла в машинки, в солдатики, как брат. И я стала искать направление, чем ее привлечь, увлечь. Ей было 5-6 лет, и меня беспокоило серьезно, что куклы у нас просто выбрасывались, они нам были не нужны. Ну, наверное, какая-то интуиция. Вот женское чутье подсказало, что нужно пойти к традиционной кукле, которая сделана из чего-то, из кусочка ткани. Про лыковых кукол я, например, совсем не знала. То, что из ниточек, из веточек это делалось, тоже совсем не знала. Для меня это было открытие. Это открытие, вот я как раз совершила с своей дочкой, мы с ней вместе стали первых кукол мастерить. Причем она говорила, не трогай я сама. Ага, заинтересовалась. Да, настолько заинтересовалась, что они стали уже у нее жить, в ее игрушках стали жить. Есть куклы, которые я потом ей дарила, потому что обережные куклы. Когда я начала углублять, ну, понимать суть вот этих традиционных кукол, я увидела, насколько они гармоничны, вот приятны, ну, наверное, для русского человека. Дарила сыну кукол обережных, дочке делала обережных кукол, каких-то они сами. Это очень хороший подарок, когда хочется подарить. Тем более сделанной своими руками. Да, кого-то из близких, потому что мало кто знает, на самом деле, о куклах, хотя они на слуху и на виду, но когда рассказываешь ее смысл, глубину, то это, конечно, и сразу человеку становится тепло и приятно, что ему именно такую вещь, на его долгую жизнь, на счастье в жизни дарят такие вещи. Ну, вы начинали больше с практики или с теории? Что-то читали? Сразу с практики. Сразу с практики. Ну, где-то нашли в интернете, где-то что-то? Нашла мастера, который передает от своей бабушки кукол. Вот она мне рассказывала, что бабушка ее просила записать. Я когда... Мастера зовут Татьяна Громова, она живет в Тольятти. Вот она рассказывала, что когда бабушку просила записать, она была молодая девушка, училась в техникуме, там, вот, и она просто уступила бабушке. И бабушка ей под запись рассказала, много-много кукол передала. Потом только Татьяна говорит, я поняла, какую вот уникальную я получила передачу. То есть какое-то время это, видимо, было не востребовано, но потом, чем больше вот она уже начала потом собирать сама кукол, то есть вот это то, что по роду перешло, то, что она собирала по Волжью, по другим городам. Сейчас это известный мастер, который ездит в другие города, ее приглашают с мастер-классами. А я, в свою очередь, вот, мне очень нравится, когда прямая передача от мастера. Поэтому я тоже, когда бываю в других городах, я стараюсь познакомиться с мастерами, которые тоже могут новое, да, свое рассказать. Потому что все-таки книги, интернет, информация из интернета, она немножко, ну, она не передает. Скупа. Скупа, не передает глубины. Вот самый главный. Но что, допустим, вы такого невероятного узнали о куклах, что, может быть, все не знают, даже не догадываются? Ну, я думаю, что никто не догадывается о том, что скрыто у куклы внутри. Так, это интересно. Да, то есть из чего вообще, как подойти к кукле, из чего ее сделать? Вот вначале берется просто кусочек ткани, который сворачивается, получается ангелочек. Как правило, он белый. Чтобы обозначить лицо и руки, это белая ткань. Потом она начинает снаряжаться. И вот здесь, ну, для девушек, для женщин это, наверное, самое интересное, потому что куклу нужно одеть. И начинается вот этот выбор, поиск, подбор цвета, ленты, украшения. То, что мы девочки очень любим. То, что очень любят. А если это делать с детьми, это еще и развивается. То есть на этом раньше воспитывали, учили, вкус развивали, да, чтобы потом для себя сначала можно было сделать, потом для других. Ну, вот у вас сегодня здесь у нас на столе представлены куклы, такие очень интересные, яркие. Если начать с той самой красочной в желтом платочке, она какая-то особенная? Я схожу вам, что они все особенные. Отлично. Вот эта кукла успешница от слова «успевать» для женщины, чтобы она все успевала. Обычно на поясе у нее привешивается сумочка, в которую можно положить символы богатства, изобилия женского благополучия. То есть такая кукла – хороший подарок, и для себя можно ее сделать. Обычно кукла на подарок – это новые ткани, красивые, но все натуральное берется. Для себя, если мы идем в родовую память сохраняем, то мы берем ткани старые, которые нам от мамы. Как правило, в каждой семье есть какие-то пружива, отрезочки, остаточки, которые были связаны с семьей по женской линии. У нее правильно завязан платок, это ведь тоже нужно все соблюсти. У нее пояс, как бы имитирующий тканый пояс. Да, с витой поясу он еще и показывает единение мужчины и женщины. Вот витой пояс – это единение. Интересно то, что кукла передает и мировоззрение, и с символами, вот с хозяином своим общается. И, кстати, на своих занятиях для взрослых, для детей я всегда это рассказываю, чтобы вот по крупицам собрать вот эту глубину, которая к нам пришла от наших предков. Потому что это очень интересная такая сакральная информация. Но если ее передавать, она становится достоянием того человека, который будет делать себе куклу. Вот рядышком с этой куклой стоит кукла с выдающимися формами. Трава, как правило, на нее всегда обращают внимание. Но она интересна том, что у нее такие выдающиеся формы – это показывает богатство, что женщина способна прокормить, помочь всей семье, детям вырастить. Но она еще интересна тем, что набита травой. Здесь душистая трава. А можно потрогать или любить трогать? А понюхать можно? Да, помять и понюхать. То есть там какие-то травки. Это ромашка. Ромашка, ромашка, да. Ну, самое хорошее. Вот еще рисунок, ромашка на ней как раз таки. Да, душица, мята, травы, которые пахнут, они будут в наше помещение чистить, где мы посадим эту куклу. Это можно отнести к разряду целительских кукол. Вот еще одна из этой же серии – это кукла на прополисе. Внутри столбик из прополиса, который одевается. То есть мы собираем, опять же, куклу, делаем женский образ, богато украшенный. Как правило, мужской образ, он меньше, да, украшенный. А здесь вот все, что можно было нарыжать, да, можно на месте. И надела все лучшее сразу, так. И когда стоит кукла в теплом месте, она начинает фитонциды, прополиса распространять. Это защита, антибактериальное свойство. Можно, наверное, даже положить ее к ребенку куда-то, да. Да, очень большое значение придавалось именно воспитательному элементу, чтобы с детьми делать и им дарить, их оберегать, и чтобы они еще учились. Через рукоделие приходили к взрослой трудовой жизни. Слушайте, как оказывается это все интересно? Кукла-елочка, да, она на веточке, на сосновой. Куклу клали в сундучок, когда рождалась девочка, ей крестные приносили сундучок, внутри была кукла-елочка. Во-первых, она защищала от моли, чтобы не было смолого запаха. И девочка, когда сундучок открывает, она может с куколкой поиграть, положить там то, что готовили, приданное же заранее начинали. Да, конечно. Вот такие куклы. Интересные куклы. Зима, весна, единение. Это куклы-мартинички, красный и белый цвет. Отражение зимы, весны, и как они перекликаются. То есть вот это вот соединение. Это вы тоже вот все почерпнули на каких-то встречах, занятиях? Вот больше пяти лет я занималась именно этим. Причем с разных сторон старалась всегда информацию собирать, подтверждать информацию, которую нахожу. Потому что все-таки, когда мы заглядываем в глубину, где отыскать истинное зерно, хочется докопаться до правды. Вы знаете, через себя, когда пропускаешь информацию, она вот выходит на истинную. И вплоть до того, что меняется жизнь, пространство становится другим. Вот сколько я кукол дарила, всегда говорят мне, ну, благодаря, ты говоришь, пространство в доме становится другим. Здорово. Это очень хороший подарок. Это подарок, тем более, наверное, который никогда не выйдет из моды и будет всегда стоять и внимание привлекать. Друзья, у нас прямой эфир. Если есть какие-то вопросы у вас к нашей гости, Светлане, мастеру народных кукол, звоните, не стесняйтесь. Ну, а для вас традиционный наш розыгрыш. И давайте немножечко поиграем. И предлагаю вам выиграть билет на спектакль «Пришел мужчина к женщине». Театр Самарская площадь, 14 февраля. Все мы смотрели сказку «Варвара краса, длинная коса». Наверняка тоже красивая девушка с длинной косой и замечательных платьях-сарафанах. Так вот она там влюбилась в одного парня. Кого же полюбила Варвара краса в одноименной сказке Александра Роу? Если вы знаете, звоните 202-11-22. Вот такой для вас вопрос. Светлана, наверное, у вас дома сундуки, ящики с разными тканями, разными какими-то ленточками, разными тесемочками. Как ваши домашние реагируют теперь уже на ваше масштабное хобби? Они реагируют уже как на призвание, наверное. То есть если сначала... Скептически я сама даже до конца не могла понять, что это такое будет. И сейчас я понимаю, что это целое направление. То есть это жизненный путь практически. И что интересно, что чем дальше, тем увлекательнее, тем больше хочется. И еще хочется всегда делиться, рассказывать, показывать, передавать. Особенно благодатно это занятие с детишками. Если мы проводим такие или на праздниках на каких-то выходим, то это действительно то, что имеет смысл в жизни. Ну а, допустим, бывает так, что вы говорите, у вас сын мужчина. Помогает ли он? Сделал ли он сам хоть раз одну куклу? Делал он ему сейчас 12 лет. То есть у него свои интересы и увлечения. Маленький мужчина. Маленький, да. Мы с ним делали вместе кукла. Делали куклу, которая бойцовская для мальчиков. Делали с его друзьями. Я очень много посвящаю времени своим тоже детям. Стараюсь с ними праздниками какие-то. Даже как проектную деятельность делаем. Поэтому, когда я его привлекаю... Вот сейчас у нас с ним новый проект. Я его привлекаю, говорю, сделай фотографии, слайд-шоу, чтобы мы могли какой-то свой проект сделать. И он сейчас увлекся, делает вот такое. То есть свой подход к творчеству для мальчиков. Друзья, у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Подскажите, пожалуйста, вот мы говорим сегодня о народной кукле. Как вы думаете, стоит ли дальше возрождать наши традиции и отходить потихоньку от этого пластикового однообразия, которое есть у нас в магазинах? Или все-таки чем одинаковее, тем лучше? Я вот даже не знаю, как вопрос-то вам правильно задать. Я считаю, конечно, стоит. Все, что новое, то есть хорошо забытое старое. И тем более такие куклы, сделанные в Большой, они лучше, чем эти Барби иностранные. Ну, это здорово, действительно, что вы понимаете. Ну, давайте отвечайте на вопрос, кого же полюбила Варвара Коса, Длинная Коса? Она полюбила Андрея, рыбацкого сына. Правильно, все верно. Правильный ответ. Вы отправляетесь на спектакль. Пришел мужчина к женщине. Ну, и приходите, конечно, на выставку. До 9 марта работает выставка Светланы. Обязательно расскажем, где. Ну что, мы переходим далее. У нас еще тут лежит интересная кукла. Это мужчина уже с ребенком. Это кукла мужская. Она называется ведун. От слова вести ребенка по жизни. То есть это вот как раз, когда отец помогает своему ребенку взрослеть, расти. Это единение. Поэтому руки у них сделаны совместно. Вообще в каждой кукле, которую мы делаем... Они связаны, да? Они связаны, да. Причем одним куском ткани все соединено. Интересно тем, что есть и ведучка еще. Есть мама и дочка. Это мужская кукла. Вот это единение. Отцы и дети всегда. То есть что раньше, проблему этого видели и поднимали в сознание. Что сейчас? Тема это никогда. Мне кажется, из мода не выйдет. Но мы вот говорили, да, и актуально. Мы говорили про Варвару Кросу, длинную... Варвару Кросу, длинную косу. Тут тоже какая-то малышка лежит у нас длиннющей косой. Тоже что-то значит? Конечно. Причем, вы знаете, эта кукла найдена в раскопках археологических. Очень древний образ. Называется кукла на счастье. Соответственно, раньше всегда считалось, что женские волосы – это символ долголетия и счастья. И мама своей дочке или дочерям, обычно много было детей в семье, дарила такую куклу на семилетие и отправляла уже ее на учебу или уже где-то она могла нянькой быть и какую-то работу. Ну вот если ее поставят на ладошку... Пожалуйста, да. Она же будет совсем крохотулька. Как такие маленькие детали вообще вы делаете? Это же кропотливая, практически ювелирная работа. Вы знаете, ловкость рук, она вот приходит, сноровка приходит со временем. И даже у маленьких детей, я работаю с детьми в детском саду. Моторика развивается. Все развивается. Однозначно это вот можно говорить и о психологическом настрое, и о том, что дети хотят всегда делать семейные пары. Они не хотят, чтобы куколка была одна. Стараются добавлять, добавлять, играть, сразу создавать семью. Представляете, вот только начинаем делать, не успели закончить, уже игра идет уже на столе. Да, мы поиграем куклами. Да, настолько это живое. Я предлагаю, представляю, как еще, наверное, и взрослые-то играют, заигрывают. Вы знаете, взрослые, они еще и решают внутренние проблемы, потому что когда кукла не получается, что-то, неудовольствие какое-то возникает. Это внутренние проблемы, которые выходят наверх, и мы за счет того, что куклу можно ладить, раньше не говорили шить, раньше говорили ладить, свои проблемы решаем, переделываем, вращаем, вращаем. И в результате у нас получился лад в душе, гармония во внешнем мире. А у нас вот еще целая картинка кукол, предлагаю перейти к ней. Вот тут стоит замечательная, Светлана, возьмите, покажите, вкусно пахнущая, из лыка сделанная кукла-масленица. Причем кукла домашняя. Если всем известно чучело есть, которое сжигают на масленицу, то это домашняя масленица. Она бытовала тоже в Поволжье. Красивая. Вообще, я их знаю, несколько маслениц, но вот это кукла, на которой загадывали желание на целый год, и она жила дома целый год. Лыка вообще удивительный материал, когда с ним работаешь, руки становятся как смазанные. Раньше лыком мылись, делали бытовые предметы, играли. Вообще, получается, все, что было под рукой у взрослых, тоже превращалось сразу в игрушки. А представляете, как сразу пальчики опять заработали, когда вы начинаете крутить? Даже хочется так несколько себе каких-нибудь куколок. Что-то у нас, я знаю, что есть еще и кукла с сюрпризом. Да, давайте я вам ее покажу. Это очень интересная кукла. Друзья, смертельный номер практически сейчас. Внимание, я думаю, как раз-таки замерли миллионы у экранов. В чем же сюрприз этой куклы? Опа! Кукла Перевертыш. Называется она Бабка-девка. А если обратно? И вот так. Пожалуйста. То есть сначала это девушка. Так, можно еще раз, да. А я знаю, даже в четыре есть какие-то такие куклы. Ну вот пока я вам показываю такую. Девушка, которая, выходя замуж, становится женщиной. С формами. Сама уже мама. В будущем уже скоро будет мама. Это возрастная кукла, на самом деле. Проигрывая с такой куклой, девочки готовились ко взрослой жизни. Это, на самом деле, очень глубина большая в этой кукле. И свадебный подарок. Опять же, вообще, если говорить о свадебных традициях на Руси, то там очень много кукол, которые сопровождали все свадебные обряды. Две недели играла свадьба. И куклы тоже были. Было очень много кукол, которые делали мама жениха, мама невесты, подружки делали. То есть вот это вот такое... Опять же, объединение. Объединение, такая вот радость. Переход, переход еще, вот свадьба, это переходный момент для девушки. Это очень серьезный, важный момент. Какие-то еще, да, у нас куклы? Да, есть кукла, как раз берегиня дома, очень интересная кукла. С цветочком, а с мешочком? Мешочек. Мешочки у нее символ достатка изобилия в семье. Вставили такую куклу на входе в дом, опять же, как подарок можно дарить, чтобы она несла благополучие, а все плохое оставалось с другой стороны, за дверью. Поэтому куклы, они оберегают нашу семью, наше здоровье, дарят уют и покой всем близким, нашим домочадцам. А вот почему у них нет глазок, носика, ротика, как мы привыкли, например? Да, и очень часто дети всегда спрашивают, а где же лицо? Да. На самом деле, обережные куклы не прорисовывались. Чтобы наши предки считали, чтобы ничего плохого не вселилось к куклу, здесь можно посмотреть еще и по-другому. Кукла не прорисована, она добавляет ребенку, развивает его фантазию. То есть кукла может быть в любом состоянии, она может смеяться, плакать, спать. Это вот Барби... Чем он наградит, да? Да, да. Какую эмоцию наградит. Мы же привыкли, что вот у нас куклы, которые не самодельные, а которые покупные, они всегда с заданным настроением, как Барби, у которой всегда все хорошо. То есть она не грустит. А кукла, она несет воспитательный момент, она должна ребенку помочь, взрослеть. Он может с ней поделиться своими секретами, поплакаться, наказать ее, если она провинилась. Она может обидеться, в конце концов. Она может обидеться, представляете, сколько эмоций, и вот передать их, только прорисовав черты лица. На самом деле, кстати, есть и игровые куклы, которые мы прорисовывали, делали угольком, рисовали глазки, носик, ротик, отмечали. Скажите, пожалуйста, Светлана, где можно вашу выставку посмотреть? Выставка сейчас «Живая душа России» проходит в кинотеатре художественной. Вход свободный с 10 до 8 вечера каждый день. Я вас приглашаю. Это, наверное, будет интересно и детям, и взрослым, и педагогам, которые занимаются с детьми. Потому что в каждой кукле вот такой кусочек растительного тепла. Конечно. Трава, лыка, палочка, береза очень часто используются. Что-то новое найдут для себя. Очень много нового. Потому что куклы очень часто неизвестные, а раскрываются. У нас в Самаре, я считаю, что уникальная выставка. Первый раз вот такое. Всех секретов не раскрывайте. Пусть приходит и смотрит. Их настолько много, что за раз... Друзья, приходите несколько раз, изучайте, смотрите. Все, я думаю, для себя. Может быть, и найдете новое хорошее хобби. Почему бы не делать кукол? Это очень здорово и очень увлекает. Время пролетело незаметно. Спасибо вам, Светлана, за то, что пришли. Надеюсь, увидимся еще. И вам, друзья, советую приготовиться во второй части нашей программы. Мы, во-первых, разыграем пригласительные билеты в театр драмы. Ну, и, во-вторых, познакомимся с удивительной мастерицей, которая подскажет вам, что своими руками можно делать не только куклы, но и удивительные дизайнерские вещи. Не переключайтесь. Легкое движение пальца и на интерактивном панно высвечиваются детали ракеты, сделанные на отдельно взятом заводе. 16 предприятий со всех уголков Советского Союза были эвакуированы в Куйбышев во время Великой Отечественной войны. Именно тогда, более полувека назад, в столице региона было положено начало эре космических технологий. На выставке, посвященной 70-летию Победы, истории жизни великих конструкторов и инженеров, подробный чертеж ракеты и интерактивная экспозиция. Идея проекта, говорят в музее, возникла как ответ на излюбленный вопрос посетителей. Любой обыватель, заходя в наш музей, любого уровня, любого возраста, первый задает вопрос, можно ли попасть внутрь ракеты. То есть мы рассказывали, ну, вы понимаете, что такой объект красивый на улице, он не может не привлечь внимания. Мы рассказываем, что это внизу топливные баки, первая ступень, вторая, третья, то есть, ну, и только наверху полезная нагрузка, до которой добраться на самом деле невозможно. Какими были заводы и предприятия у истоков космической эры, благодаря чему Самара получила статус космической столицы, и даже каким образом ракету привозят на космодром? Для посетителей все тайное в один миг становится явным. Музей современный, выставка живая, экспозицию периодически будут менять и дополнять. Музей созрел уже до того, что мы можем в интерактивной форме вот здесь показывать уже каждого лауреата, каждого директора завода, рассказывать. И это очень хорошая провокация. Вот сегодня, когда открывали, директора завода здесь были, и каждый говорит, а вот здесь надо пополнить. Каждый хочет пополнить. То есть вот современные технологии позволяют пополнять эту историю. На новой космической выставке порядка 20 экспонатов. Теперь зритель не только слушатель, но и непосредственный участник диалога. Увеличивать и уменьшать чертежи, переключать тумблеры. Интерактивная экскурсия станет увлекательным путешествием для людей, далеких от звезд. Все задачи были решены комплексно. И дизайн здесь, и интерактивные экспонаты, и обычные экспонаты дополнились какими-то интерактивными пояснениями. Стать ближе к звездам и космическим достижениям легко, уверяют в музее. Достаточно одного легкого движения. Ну что, продолжаем вас знакомить с нашими удивительными гостями своими руками. Пытаемся сегодня что-то изобразить, вам рассказать. Ну и, конечно же, поиграть с вами для того, чтобы сейчас у вас было еще хорошее настроение дополнительно. Мы разыгрываем пригласительные билеты в театр драмы. Спектакль называется «Суп из канарейки» и предлагается вам туда сходить 16 февраля. Ну, раз у вас тут суп из канарейки, то давайте мы сейчас загадаем вам вот какой вопрос. Назовите известную комедию, где прозвучала фраза «Птичку жалко». Если вы знаете ответ, то обязательно нам звоните 202-11-22, телефон нашего прямого эфира. Ну что ж, давайте знакомиться с нами. С нами здесь тоже мастерица, дизайнер Алена Турова. Здравствуйте. Алена, очень приятно. Ну, я так понимаю, у нас тут уже все дорого-богато, накрыто, замечательно. Стол удивительный, чудесный. Вы мастерица, рукодельница, дизайнер, хендмейт, мастер, как только, наверное, вас не называли. Как вы пришли вообще к тому, что поняли, руки-то золотые, руки-то делают что-то интересное? На самом деле, я еще в детстве любила випить из пластилина. Конечно, спасибо моим родителям, что простили мне ковры, которые были вечно испачканы, замазаны. А они были, да, испачканы? А они были, конечно же. Вот, ну и, собственно, мне, после того, как я вышла в декретный отпуск, нужно было думать, чем себя занять. Руки-то хотят, работы, что-то делать. Вот у многих, кстати, мастериц, такая история. Вышла замуж, родила ребенка, надо чем-то заниматься, в декрет и так далее. То есть, вот, мамочки наши молодцы, не теряют время, зря и даром. Ну что так у нас получилось? Вы с чего начали свое такое творчество? Я начала с полимерной глины. С самого сложного. Начала лепить браслетики, да, начала лепить всякие браслетики, сережечки, колечки. На самом деле, здесь их очень много. Да, съедобные и несъедобные. Съедобные и несъедобные. Съедобные, конечно же, пользуются большим спросом. Конечно, тут ягодки всякие невероятные. А полимерная глина, это ведь непростой материал. На самом деле, он выглядит как пластилин. То есть, лепить из него не сложнее, чем лепить из пластилина. И потом это все просто запекается. Ну, подумаешь, как будто все так просто. На самом деле, ведь кропотливый труд. Каждую ягодку нужно выложить, каждую ведь кусочек что-то там сделать. Какое-то художественное образование есть? Нет, на самом деле, у меня нет художественного образования. Я экономист. Неожиданно. А как так случилось, что вот видите предметы объемными, видите, как они должны быть? Все сразу получалось или были какие-то, а, не получается ничего? Нет, конечно же, были, а, не получается. Были скомканные такие пластиковые комки здоровые, что, а, я не все, не хочу. Может быть, думала даже после первой неудачной выставки, после первой неудачной ярмарки. Я думала, что больше никогда-никогда не буду этим заниматься. Но на самом деле, нет, снова и снова начинаю лепить, вновь, с новой силой. Сразу вспоминается песня «Я люблю из пластилина». Да. Здорово. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Юлия. Очень приятно. Юлия, что-нибудь мастерите своими руками? Есть ли у вас какое-нибудь хобби? Мы шьем подушки. О, тоже хорошие, кстати. Приходите к нам на программу, рассказывайте о себе. Мы всегда рады рукодельницам. Это действительно серьезно. У нас есть группа про универсальный формат ВКонтакте. Оставляйте свои заявки, наши дорогие мастера и мастерицы. Юля, я так понимаю, в театр сходить хочется? Да. Ага, здорово. Ну так угадали вы фильм, в котором прозвучала фраза «Птичку жалко». Ну, конечно, это «Кавказская клиника». Так, а можете как-то изобразить, как это было действительно? Можно вас попросить, как сказал об этом Шурик? Он расплакался и сказал «Птичку жалко». Ну, приблизительно так. Засчитаем правильный ответ. Вы молодец, отправляетесь на замечательный спектакль нашего театра драмы «Суп из канарейки». Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. Я тут вижу на столе, ладно, полимерная глина, но если бы на этом Алена остановилась, но Алена на этом не остановилась. Что дальше было? Что попробовали еще? После обычных украшений, браслетиков, колечек я решила попробовать что-то более сложное. То есть это были бокалы. На самом деле первые бокалы были вот эти. Это тоже ручная лепка, никаких штампиков, ничего. Все вылепливается пальцами и потом крепится к бокалу и запекается. На самом деле они долговечные. А где запекается? Эта фраза «запекай». Просто в духовке? Да, просто в духовке. Как вот на противень курицу какую-то кладете, так же и бокалы кладете? Как на противень курицу. А было страшно, что лопнет что-то, что-то не получится? Было очень страшно на самом деле, потому что часы потраченных трудов просто, это действительно было бы жалко, но нет ни одного лопнувшего бокала, все. Бокалы хорошие тоже, видимо, зависит от стекла, каким ты пользуешься. То есть первые вы оставили себе на память? Первые я оставила себе на память, потому что они мои любимые. Я уже дарила их и родителям, и друзьям. На самом деле, кому я их только не дарила. Ну, я так понимаю, хороший подарок действительно и тем, кто выходит замуж и женится, и тем, кто какую-то годовщину отмечает. И просто красивые бокалы, я так понимаю, вы украшаете не только два, но можно и целый набор, да? Да, конечно, можно и целый набор. И на свадьбу берут не только в подарок, но и просто себе. Я, например, очень хотела бы, чтобы на моей свадьбе тогда были такие красивые бокалы. В чем дело? Годовщина, наверное, какая-нибудь не за горами, можно и провернуть такое дело. Можно и провернуть, наверное, я задумываюсь над этим. Понятно. Так, бокалы. После бокалов? После бокалов я решила заняться открыточками и свечками. Будет человек не скучает дома. Конечно. Так времени много, еще сейчас ребеночек подрастет у нас, и будет вообще замечательно. Будет вместе со мной помогать маме. Так, свечки. Да, были свечки. Свечки расписываются маркером специальным. Объемным. Объемным маркером, да. Он восковой. То есть точно так же горит, никаких вредных веществ он не выделяет, не испаряет. Как все к этому? Где-то нашли тоже какие-то картинки. Да, вы знаете, тематически иногда смотришь, что-то хочется сделать на Новый год своими руками. Всегда же хочется. Потому что то, что ты делаешь руками, вкладываешь душу, сердце. Можно и подарить, и просто себе как-то разнообразить стол, украсить его. И вот таким образом я постепенно-постепенно приходила к тому, что можно сделать саму свечку, саму открыточку, самый бокальчик. Вот, собственно, я так понимаю, от свечек к открыточкам и перешли. Да, от свечек к открыточкам мы перешли. Боже мой, как на все это хватает какого-то удивительного усидчивости, трудолюбия и времени, самое главное. Как к открыткам пришли? Ведь тут тоже все объемно, специальные тоже технологии используются. Бумага, ленточки, веревочки, какие-то элементы тоже где-то почерпнули. Да, когда я к открыткам пришла, на самом деле был день рождения моего мужа, я не знала, что ему дарить. Все есть. Все есть на самом деле, все дарила. А какие-то слова, которые можно сказать, и человек, может быть, их забудет, может быть, они со временем в памяти где-то там опустятся. А открыточка — это такое, куда можно написать и оставить на года, на память. Найдешь — приятно. Да, найдешь — приятно, перечитаешь, вспомнишь, освежишь память. И как-то так вот получилось. Как-то так вот получилось, да, на самом деле. Открытка сделана своими руками, написанная своими тоже пальчиками. Это очень здорово. Ну вот помните ли такую вот свою самую первую вылазку на мероприятие, где свое творчество пришлось выложить и продавать? Да. Было страшно? Это было очень страшно, потому что ко мне никто не подходил. Первые там два-три часа я думала, господи, наверное, это не мое, раз никому не нравится. Ну нет, все получилось, ярмарка окупилась. Но действительно было страшно. Страшно именно почему? Страшно, что не понравится, что делаете? Или страшно, что, допустим, я не знаю, люди ведь к ручному труду сейчас относятся нас очень скептически? Очень скептически. Мне был страшен сам факт неудачи. Я по жизни победитель и проигрывать очень не люблю. Это действительно было бы обидно и больно. Но на самом деле нет, все получилось. Все получилось, все окупилось. Люди признают, пишут ВКонтакте, пишут на разных других сайтах ярмарки мастеров. Заказывают, отправляют. Ну, пока, правда, по Самаре, но ничего. Победитель должен расширяться в конце концов. Конечно. Ну вот вопрос. Тут лежит на столе у нас чудовищной красоты. Это действительно так, осьминог. Когда я за эфиром спрашивала у Алены, сама ли она его слепила, она сказала, что да. Ну вот не могу поверить, пусть он, да, лежит. Мы сейчас его покажем крупным планом. Пожалуйста, покажите. Как вы перешли от ягодок к осьминогам? Я нашла в интернете, вот просто бывает, иногда вбиваешь полимерное глино, украшение. Я нашла там одного мастера. Она лепит этих осьминогов и ктулху. Ой, как вообще просто работа ювелирная тоже. Вот мелкие детальки. Так, и что было? Ага, я хочу это попробовать, да? Да, я хочу это попробовать и хочу сделать даже лучше. Вот, и у меня получился вот такой осьминог. На самом деле, мне кажется, лучше. Ну, я не видела оригинал, но рискну предположить, что да. Ну, а как вот домочадцы ваши относятся? Мы вот выяснили, что у Светланы, нашей мастерицы, тоже там всякие кусочки там и так далее, все лежит. Мастер ничего не выкидывает, все пригодится в хозяйстве. У вас как, Светлана? Конечно. Есть отдельная комната или есть... Есть шкаф. Есть шкаф, да? Есть шкаф. Я заняла практически всю гардеробную комнату, но муж, он мне даже помогал. Перед моей первой ярмаркой он помогал мне клеить коробочки, которые я потом смогу упаковать и отдать человеку то, что он себе выбрал по душе. То есть руку приложил тоже? Конечно, конечно, он приложил, он сделал мне коробочки для бокалов, тоже чтобы ничего не разбилось, чтобы все держалось надежно, крепко. То есть они относятся к этому абсолютно спокойно. Но был тут же самая доля скептицизма такая, да ладно, ты, наша мама, занимайся ребенком, хватит, тут ерундой страдать. Не было такого? Я думаю, нет. На самом деле, если даже и был когда-то там, он не подал даже ни капельки виду, он всегда мне помогал и поддерживал, и говорил, что да, наоборот, тебе надо попробовать обязательно, нужно сходить туда, нужно сходить туда. То есть поддержка, конечно, была. Как вот, допустим, люди, которые подходят на ярмарки, ведь это ручной труд, он не может стоить как-то очень дешево, и ломить цены тоже сейчас не получится, и кризис все-таки. Есть ли какая-то тенденция, что вы видите, допустим, раньше, и как сейчас люди относились, они принимают, понимают, знают, что ценят как бы этот ручной труд? Есть отклик, отзыв какой-то? Я думаю, скептицизм к этому всегда был, и он и будет, на самом деле. Ручной труд не может стоить дешево, не просто потому, что такое же можно слепить самому. Человек, когда он делает какое-то ручное украшение, какую-то ручную поделку, он вкладывает туда, помимо времени, материалов, он еще вкладывает туда свою душу. Каждая вещь, каждое украшение здесь, оно эксклюзивно. Второго такого больше нет, и, собственно, наверное, никогда уже и не будет, потому что, если даже кто-то попытается скопировать... Даже если вы попытаетесь что-то сделать, все равно получится. Да, даже если попытаюсь повторить работу, она получится абсолютно другая. И поэтому, я думаю, друзья, если вы отправляетесь на ярмарки мастеров, вы уж, пожалуйста, там не ругайтесь около столов и не говорите, боже мой, как дорого. Попробуйте сами как-нибудь это осуществить, и мне кажется, вы поймете, что это на самом деле так и стоит. Я всегда говорила, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, мы всегда рады принимать свои круги мастеров. Это здорово. Я так понимаю, что вот мы говорили о бокалах, о свечках, об открытках, о каких-то удивительных лепках, и тут, я так вижу, еще и бусики появились. Бусики тоже? Мудрость. Ну, то есть, каждая из них, она эксклюзивна, разного цвета, разного размера. Это тоже ведь сами все делают. Конечно, это тоже вручную вылепливается, запекается, и они еще и расписаны. Наша мама запекает украшения, скажет кто-нибудь потом, когда вырастет. Ну, почему нет, друзья мои, запекать можно что угодно, если это приносит радость, если это приносит какое-то удовольствие от работы, от хобби. Ну, что может быть, наверное, приятнее? Что на очереди? Вы знаете, на очереди я, конечно, хотела бы попробовать слепить что-то более масштабное, например, куклу. Дом. Я очень хотела, я сейчас, тем более, послушала, как вот в предыдущем рассказе, я тоже очень хочу попробовать полепить куклу. Они, конечно, это немножко будет другой такой формат, но все же, почему бы не совершенствовать свой труд, свои умения, свои навыки, даже если я этого не умею, я обязательно научусь. Это здорово, друзья мои, вот на этой фразе, наверное, стоит завершить нашу программу, если не умею, научусь, обращайтесь к нашим мастерам, их легко найти и у нас в социальных сетях, везде. Ходите на мастер-классы, найдите для себя что-то свое, что можно сделать своими руками. До встречи, спасибо большое вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова